Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Это первый урок мастер класса, в котором предлагаю Вам начать вязать теплую шапку для наших любимых мужчин. Шапка имеет лаконичный геометрический узор, по краю шапки выполнена имитация фабричного края. Вяжется она несложно, а обо всех тонкостях я Вам расскажу в процессе работы. И в этом уроке мы подробно рассмотрим начало вязания фабричным набором и свяжем резинку. Вязать мы будем из пряжи Alize Merino Royale в две нити. Ссылку на магазин, где я брала эту пряжу, оставлю в описании под видео. На мою шапку ушло примерно два с половиной мотка, так что советую запастись тремя мотками. Пряжа эта выпускается в мотках по 50 грамм и в одном мотке 100 метров, по составу это 100% шерсть. Производители рекомендуют использовать спицы или крючок от четверки до пятерки, стирать при температуре 30 градусов, сушить на горизонтальной поверхности. У меня это цвет номер 87. Вязать мы будем двумя размерами спиц. Эластичный наборный край мы выполним спицами номер 6, а для самой шапки будем использовать спицы седьмого размера. Желательно, чтобы леска на спицах была длинной сантиметров 60 или 80. Приготовьте также одну дополнительную спицу. Еще нам понадобится вспомогательная нить для набора. Это может быть любая нить без ворса, чтобы потом ее легко можно было распустить. В начале ряда мы установим маркер, с ним будет удобнее считать ряды. Еще нужны будут ножницы и крючок, чтобы отрезать и спрятать хвостики нитей. Теперь пару слов о размерах. На 62 размер головы я вязала 80 петель по кругу. Эта пряжа очень эластична и сильно тянется, имейте это ввиду. Сейчас в табличке Вы видите количество петель для разных размеров. И если Вам нужна шапка, которая сидит более туго, возьмите число петель для меньшего размера. Но, если пряжа у Вас другая, вяжите образец и рассчитывайте количество петель самостоятельно. Итак, начинаем вязать. Сейчас я покажу Вам, как делать фабричный набор петель, чтобы получить эластичный край. Для кого это покажется чересчур сложным, можете сделать обычный набор петель. Спицы берем на размер меньше. Чтобы вязать в две нити, достаем одну нить из центра клубка, вторую снаружи. Также можно взять нити от двух клубков. Еще для набора берем дополнительную нить. Желательно, чтобы она отличалась по цвету от основной нити и была без ворса. Складываем все нити вместе и берем их в правую руку. Сверху в этой же руке мы держим спицы. Дополнительную нить мы накладываем на большой палец левой руки, а основные нити на указательной, а остальными пальчиками придерживаем эти нити вместе. Вот таким образом расположили нити и спицы, правой рукой хорошо придерживаем хвостики, начинаем делать набор. Вот получилась первая петля, вторая, продолжаем дальше. Этот набор ничем не отличается от классического набора петель. И вот тут будьте внимательны, нам надо набрать половину тех петель, которые нам нужны для вязания шапки. Если я буду вязать шапку на 80 петель, то сейчас наберу половину 40 петель. Итак, мои 40 петель набраны, Вы набираете столько, сколько нужно Вам. Вытаскиваем вторую спицу из набора и теперь надо разделить это количество петель пополам, чтобы расположить их на две спицы по технике Magic Loop или по русски магическая петля. Я отсчитала 20 петель и в этом месте вытаскиваю леску и оставляю из нее петлю. Вспомогательная нить нам больше не нужна, обрезаем ее. Теперь смотрите, с одной стороны у нас три хвостика, а с другой стороны идет рабочая нить и один хвостик дополнительной нити. Их можно связать между собой, чтобы Вам было удобнее начать первый ряд, просто завязываем из них пару узелков, сильно не затягиваем, чтобы потом легко можно было их развязать. Да, предварительно проверьте, что наборный край у нас нигде не перекрутился и смотрит в одну сторону, в серединку. Теперь нам нужно правильно расположить спицы. Давайте вытянем свободную спицу в петле, чтобы обе спицы были рядом, так будет виднее. Вот здесь мы закончили набор, это у нас последняя петля и отсюда идет рабочая нить, значит этой спицей мы будем вязать, а вот с этой спицы будем снимать петли. Вытягиваем спицу из последних петель и делаем из лески петлю. Таким образом у нас получилось две петли из лески и между ними расположились петли вязания. Начинаем вязать первый ряд. Делаем накид, первую петлю провязываем лицевой, снова накид и провязываем лицевой вторую петлю, накид, лицевая и так далее. В этом ряду мы удваиваем набранные петли. Между каждой провязанной петлей делаем накид, вяжем до последней петли на этой спице. Вот мы провязали все петли с этой стороны, осталась последняя. Делаем накид и провязываем ее лицевой. Я специально остановилась в этом месте, чтобы показать Вам, как переходить на другую сторону вязания. Дальше Вы будете делать это сами. Мы поворачиваем вязание, освободившуюся спицу перетягиваем в петли, а вторую спицу наоборот вытягиваем, делая петлю. Можно продолжать вязать дальше. Сделали накид, провязали лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая и так довязываем до конца ряда. Первый ряд мы провязали, закончили мы его лицевой петлей. Вначале у нас был накид, а тут провязанная петля, то есть между каждой лицевой петлей у Вас должен быть накид. Теперь снова меняем спицы местами, эту передвигаем в начало ряда, а вторую достаем, чтобы ею вязать. Вяжем второй ряд. На спице в начале идет накид, провязываем его изнаночной петлей. Дальше идет лицевая петля, ее мы просто снимаем, оставляя ниточку за работой. Снова накид, мы его провязываем изнаночной петлей, лицевую мы снимаем, нить осталась за работой. Изнаночную провязали, лицевую сняли. Изнаночную провязали, дальше лицевая. Видите, ниточка как была, так и осталась на своем месте, а петлю мы снимаем. Так вяжем весь ряд, не забываем, что провязываем обе стороны. Ряд у нас начинается там, где мы связывали хвостики. Второй ряд провязан, здесь мы закончили тем, что сняли лицевую петлю, ниточка у нас осталась за работой. И вот тут на повороте не забыли сделать в накид изнаночную петлю. Можете петли пересчитать, их должно быть в два раза больше, чем мы набирали. Вяжем третий ряд. Первая петля у нас изнаночная и все изнаночные мы будем снимать и нить оставлять перед работой, а лицевую петлю будем провязывать. Вывели ниточку вперед, как будто собираемся провязать изнаночную. Сняли петлю на правую спицу, ниточка осталась здесь перед работой, лицевую провязали, снова накинули нить и сняли изнаночную петлю, нить перед работой. Лицевая, сняли изнаночную и так далее до конца ряда. Не забываем провязывать обе стороны, помним, что ряд начинается там, где узелок с хвостиками. Начинаем вязать четвертый ряд, он у нас начинается со снятой изнаночной петли и в этом ряду мы будем провязывать изнаночные петли, а лицевые будем снимать. Изнаночную провязали, лицевую сняли, нить за работой. Изнаночную провязали, лицевую сняли, то есть вяжем этот ряд точно так же, как и второй ряд. Сейчас будем вязать пятый ряд. Не пугайтесь, что наше вязание выглядит маленьким, скоро мы распустим дополнительную нить и край шапки расправится. Этот ряд мы вяжем точно так же, как и третий ряд. Снимаем изнаночные петли и провязываем лицевые. Лицевая провязывается, изнаночная снимается. И это у нас будет последний ряд фабричного набора. Дальше будем вязать резинку. Довязываем этот ряд до конца. Итак, мы провязали завершающий пятый ряд и сейчас можно переходить на резинку. Если бы нам нужна была резинка 1х1, мы бы ее так и вязали. Вот изнаночная, вот лицевая, снова изнаночная и лицевая. Давайте поближе покажу. Вот у нас идет изнаночная петелька, за ней лицевая, снова изнаночная и лицевая, но нам нужна резинка 2х2. И сейчас Вы узнаете, как перейти на такую резинку. Первая петля у нас изнаночная, провязываем ее. Дальше нам снова нужна изнаночная, но у нас тут лицевая. Поэтому берем любую дополнительную спицу и снимаем на нее лицевую петлю. Следующая идет изнаночная, мы ее провязываем и возвращаем на спицу лицевую петлю. Провязываем эту лицевую петлю, за ней идет снова лицевая, ее тоже провязываем. И вот у нас получилось 2 изнаночных ряда и 2 лицевых ряда. Все так, как нам надо. Дальше идет изнаночная, провязываем ее. Лицевую петлю пока переснимаем на дополнительную спицу, провязываем вторую изнаночную. Возвращаем лицевую на место и провязываем 2 лицевых. В итоге у нас получается резинка 2х2. Так продолжаем до конца ряда. Итак, мы распределили все петли резинки и теперь можно избавиться от дополнительной нити. Давайте развяжем узелок, при помощи которого мы замыкали вязание в круг. Теперь смотрите, с одной стороны у нас три хвостика, это у нас начало, а там, где одна дополнительная ниточка, это конец набора. Теперь нам нужно освободить наборный край от дополнительной нити. Но вначале давайте найдем первую петлю, через которую проходит эта нить. Слегка вытягиваем ее и повесим на нее маркер. Эта петелька нам чуть позже будет нужна. Теперь можно спокойно вытягивать дополнительную нитку, она достается очень легко, главное не торопиться. Смотрите, когда мы вытаскиваем нить, по краю образуются открытые петли. Сейчас мы их спрячем и увидим красивый и ровный эластичный край. Когда нить станет длинной, можете ее обрезать и тогда дело пойдет быстрее. Теперь смотрите внимательно. Дополнительная нить распущена, после нее остались торчащие петли. Вот это начальный хвостик нити, а вот первая петля, на которую мы надели маркер. Если мы потянем за эту петлю, все открытые петли начнут уходить. Тянем, не останавливаемся и в итоге через весь круг мы достанем начало нити. Этот хвостик можно укоротить, он нам больше не понадобится. Таким образом у нас получился аккуратный фабричный край, который Вы можете использовать не только для вязания шапок, но и в других изделиях. Дальше мы будем вязать резинку 2х2 по кругу. Всего нам нужно будет связать 10 рядов такой резинкой. И к следующему уроку Ваша работа должна будет выглядеть вот так. А я на сегодня с Вами прощаюсь, желаю Вам быстро получить свою пряжу, напоминаю ссылка внизу и начать вязать в 7 ровных петелек. У кого возникли вопросы, оставляйте их в комментариях. И даже если нет вопросов, просто что нибудь пишите. Я люблю читать Ваши комментарии и стараюсь отвечать всем. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok